Берем замок, снимаем с него вот этот носик, чтобы он стал не так, его не было омывало вниз, так он может стоять, может не стоять, поэтому мы его снимаем просто. Вот у нас замок, вот эту часть должен толкать наш соленоид, поэтому мы выставляем примерный уровень, как он будет стоять, так, вставляем. Размечаем, находим второй, берем перно, размечаем, так, сверло я взял пятерочку, шурупик у нас четверка, чтобы можно было в случае чего подвигать еще наш, и варварски сверлим, с перфоратором. Отверстия у нас готовы, теперь берем ключик на 10 и откручиваем петлю, перед этим можно обвести, чтобы вы знали, как у вас стоял замок. Д psychово у нас и ответит. Продолжение следует... опускаем заводим соленоид ногами вперед вводим проводки выставляем где-то второй потерялся вот он второй откручиваем ставим обратно замок ставим обратно выставляем замок как он у нас стоял чтобы не было неприятностей чтобы не было неприятностей так смотрим регулируем чтобы он лучше доставал и в каком месте вот 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 теперь подключить надо вот эти наши проводочки я подключил соленоид в принципе все вот он у меня стоит здесь у меня минус зеленый плюс синий получился потому что нужно на толкание дальше принципе ничего сложного провод плюсовой идет на соленоид управления здесь у меня двойной провод идет один плюсовой постоянный я его взял с фонарика с питания фонарика за сидушкой за задней приходит сюда провод плюсовой постоянный и также в этом проводе внутри идет второй провод от сигнализации управляющий что с брелка открывался в принципе все работает открывается закрывается если поставить дополнительные пружины то багажник принципе будет открываться сам главное чтоб не бился по стеклу углами принципе так вот все у нас получается здесь стоит соленоид плюс минус минус плюс провод так вот все работает спасибо всем за внимание подписываемся на мой канал смотрим другие видео